Так что новая парадигма образования, она сейчас давлеет над всем, потому что иным путем реализовать новую парадигму образования через всю жизнь практически невозможно. Вот у меня точно не будет времени, я бы это привести пример. Я сейчас студенту спрашиваю, какая бы важна была в России самая популярная массовая специальность, связанная, скажем так, с высокими технологиями. Есть ли кто-то версии такие? В каких годах? Сто лет назад, в 912 годах. Ну, понимаете, учитель, военный, врач, все-таки это всегда профессия, которая со служебниками связана. Юрист. Популярная, нет, конечно. А, юрист. Массовая. Не назовешь массовой профессией. У меня отдыхание какое-нибудь? Почти. Железнодорожный транспорт. Выпускник трех вузов в Тонске, в Москве и в Питере получал этот государственный газет в квартиру, в дом. Дрова, дрова на го, бесплатно. Ну, фортплату коммунальному штуке, по современному. И пролетку с лошадью корму. Ну, то есть, по своему автомобилю. Человек, закончивший, мог не беспокоиться, добиться еще, быть уважаемым и хорошо оплачиваемым человеком. Сейчас такие фокусы не проходят. Вот, слова моего коллеги, сейчас повторяем уже наши даже президенты, заканчивая университетскую специальность, можно не беспокоиться от силы года Дорога. А теперь, правильно говорить, все очень мучимо страивает в момент того, когда ты учил. А то и раньше тоже. Заветно. Значит, нет никаких вариантов учить, учася. Иных вариантов нет. Все это значит, что лень стоит. Ну, вот, Максим Борьк меня простит за парафраз своего полеписника. Я спрошу так. Буря? Вскоре умеряем буря. Несомненно, само развитие интернета, все-таки социальных сетей, ставит перед нами как преподавателями огромную задачу, огромную проблему. Мир меняется, а мы не хотим. И вот это, безусловно, в ближайшее время, на мой взгляд, довольно символистый конфликт. Поскольку возникает ситуация, когда в аудитории съят ученики, владеющие технологией, это важно, почему не знали, но технологией получили знать, лучше, чем тот, кто учил. Это высокая трагедия современного образования. Так что, вот, пожалуйста, вам два вопроса. Какого именно к какому вызову мы, это ученики, родители, учащиеся, учителя, преподаватели все вместе. Ну и, наконец, могут ли вообще в офисе социальной сети в горизонтальной связи становиться прообразом новой модели образований, имея в виду право образования модели. И что, тут свидетельство, рейтинг линии. Вот это пытание, с какой-то еще. Отлично. Так, нас ваше позволение, я проскочу и буду агитировать о качестве российской советской власти. Этот слайд посвящен особенностям вики технологий. Вот, посмотрите, главное, наживем на то, о чем сегодня не говорилось. И это нужно вики технологий по умолчанию, по определению. Эта технология коллективно работает с документами последствий на цели. И вот, за это я говорю о том, что вики технологий объективно подходит, как потенциальная среда активного образования. Ее надо использовать только так. Можно я проскочу с вашим позволениям, да, вот как раз лозунг, как бы, белый яйц, может, пропустим, 7,900. Вот, вот вопрос как раз важный. Может ли википедия рассматриваться, как образовательный ресурс? Как вы думаете? Не надо, а кто будет рассматриваться? Понятно, я очень похожий, покажу статистику вопросов, которые студенты теперь. Нет, не можете. А вот, теперь слова господина, которые вам хорошо известны. Не используйте википедию для этих целей. Это просвещение, это не образование, это не наука. Я думаю, что вот у Павла Плета эту тему, да, вот он будет с доверности к его выступлению, к развлечению. Вопросы для осмысления. Я предлагал их при подготовке, при обсуждении к новостолам, вот тут никто особо не отвлекался, кроме Вячеслава, очень корректирован. Ну, вот я бы предложил все-таки на каких-то вопросах, он мне сейчас в обсуждении остановиться. Вы просто сказали, что можно, но он отвечает в цельсвоба, почему. А вот коденочка, которую я получил за последние полтора года, я приставал мутно к своим коллегам вместе. Здравствуйте. Я спрашивал, вот скажите, пожалуйста, вы используете википедию? Они в силу собственной культуры не могли сразу меня послать далеко и что-то отмечали. Студенты не проще было, студенты сидят на культуре, никуда не денутся, пока аркеты не заполнят. Так вот, посмотрите, синий, где здесь у нас преподаватель, окрасит две студенты. Значит, всего у нас, вот за два года, 150 студентов примерно. Там цифра плабает, поэтому со скепсисом относитесь. Цифра плюс-минус 10% и около 80% калек. Представляете, сколько людей, я уже не на ничем задаю вопрос. Вот, посмотрите, что у вас получается. Используете википедию. Ну, студенты практически даже комментировать нечем, вы видите сами, да? Обратите на эту статистику по преподавателю. Есть и люди, которые отвечают, что такое википедия. Это не шутка. Это не шутка. Очень показательный статистику. А? Очень показательный статистику. Да, кстати, да. Тут просто википедия, наверное, больше, да. Да, да, да. А теперь обратите внимание. Является википедия образовательным ресурсом. С точностью до напития обратная картинка по преподавателю, по студентам. Студенты рассматривают, преподаватели категорически отказываются. Мне не один человек говорит. Я запрещаю своим студентам пользоваться википедией. Почему это, я не спрашиваю, что случилось? Это недостоверность получить информацию. Там столько лжи и фальсификаций, что использовать нельзя. Говорил мне человек с уверенностью в своих правах. Ну, вот как раз диалог у нас с Максом состоялся. Я спрашиваю вам, слушайте, можем ли мы как-то оградить? Википедии много чего есть. Максу верен отвечает. Википедии нет цензуры. Я потом поспалил на вопрос, что с Максом, Макс, 12 лет, 11 лет. Я понял, что тему надо прекратить. Мы с вами понимаем, что то, что википедии используют неправильно, это не означает, что они становятся объективно-яблистами. Вот, извините за уже грубый пример. Нельзя быть немножко беременным. Нельзя понимать, что где-то вы можете википедию использовать для чего, а где-то нет. Либо можно признать их образовательный ресурс полностью, 100%. Либо нет. Опять же, спорный вопрос. Ну и, наконец, последнее, что я покажу вам, минуты, вот и что. Так, значит, преподаватель с Коши рядом разных музыкальных использует википедию в попытке сделать что-то полезное, чего-то запросто написать курсовую, которые будут валяться на карте. Сделайте хорошую курсовую, публикуйте его. Вот опыт у нас кучу, этот, хочу выявиться. Рисурсовый ресурс, 2007 год. Значит, госпожа Грун и господин Рокхаус проведены опыт со своими 48 студентами, дам им задание курсовой работы по теме рефорализации в случае развития. Значит, статьи прожили в Аглопедии менее суток. Они были либо починены полностью, как несоответствующие требования киевики, либо серьезно отредактированы. Как видите, вот, цеперственные предметы здесь перечислены. Просто несоответствие того, что сделано, потому что можно делать киевики. Но мы в стороне Ленинского принципа лучше, меньше, да лучше. Поэтому мы, посмотрев опыт коллег, мы немножко поправили. И я отрабатываю с ребятами, у меня есть специальная дисциплина, на графике, на самом деле, интернет-технологии киевического образования. Мы с ними отрабатываем технологии коллективной работы. То есть в Аглопеде у нас на самом деле так, сбоку в ребёнку, как полезный, поточный продукт. Дело в том, что вот сама среда коллективная работа в Аглопеде, она эффективно подходит для того, чтобы ребятам попробовать, как организовывать коллективную работу у себя и учащихся. В этом будущем преподавать не нужно. Вот наши студенты пятого курса, то есть это по определению, статья не только один человек, а группа. Там разные методики, разные технологии, все еще одна. Он за два года мы сделаем всего шесть статей. Хотел бы сразу сказать, две готовы уже, а вот последние четыре делаются сейчас. Одним и следующий день ящикнется. Посмотрим, что там будет. Итог. Значит, статьи расширены, это полноценка. Что очень важно, мы попробовали сделать внешнюю экспертизу. Я рассылал своим друзьям, коллегам в разные страны. Посмотрите, оцените, буквы берем статью. Через Google Docs сделал опросочек. И вот более ста человек откликнулись, оценили статью. Вот посмотрите, как, что, в частности, оценена была статья в «Укликс» на «Заедине». Ну, из фактической заготовки она превратилась, помнили пользователи, весьма хорошую и хорошую статью. А это все варианты ответа или были варианты? Плохая, кстати, или нет? Нет, нет, это все варианты. На самом деле, там по опросу, если вы думаете назад, посмотрите, что оценивалось. Причем, как претеррии в Википедии, полезность для редактора, полезность для пользователя, там много чего, просто сорвать варианты. А оценивали википедисты или кто? Или просто википедисты оценивали, или сторонние люди? Я не знаю. То есть википедисты – это, прежде всего, мои коллеги. Геники, специалисты, преподаватели. И еще один вопрос. Улучшалась она силами студентов, да? Я, нет, если это очень важно, безусловно, подвиг руководства. То есть я, знаете, кто такой, я управляющий кредитом расставал, прежде всего, то есть расставляя аценты, вот так надо, это не так. Структуру здоровья, как это. А так, в принципе, можете открыть, вот комплексно соединяющим, показательная точка. Тут полезность, ссылки. Так, все, что вы за внимание. Ну и вайка так информации. Спасибо.